Иисус 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 Это только первый этап, и христиане часто останавливаются на нем. Они просят и получают, или иногда не получают, и останавливаются на этом. Я бы хотел привести вас к следующему этапу. Написано «Ищите и найдете». Когда младенец просит маму, она тут же появляется и дает ему то, в чем он нуждается. Он получает ответ. Но младенец не может искать. Это делает подросший ребенок или взрослый человек. Необходимо приложить усилия, чтобы начать и продолжать искать. Ищущий человек преследует цель. Он желает найти то, что он ищет. Ищите, и вы обязательно найдете. На данном этапе необходимо искать Бога ради самого Бога. Мы ищем Бога не для того, чтобы получать ответы, не для того, чтобы восполнить свои нужды, не потому что есть просьба, которую мы должны озвучить Богу. Мы ищем Его самого, Его лица. Кто-то сказал «Многие ищут Божьи руки, но не ищут Его лица». Мы хотим, чтобы Бог совершал разные действия для нас, но нас мало интересует поиск Бога ради Него самого. Просто ради того, чтобы пребывать рядом с Ним. Мы хотим, чтобы Бог действовал, но Бог призывает нас пребывать в Его присутствии. Иногда необходимо проходить пустыню, чтобы появилась жажда. В 62-м псалме Давид написал «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшая безводной». Жажда по Богу помогает нам искать его и проявить упорство в своем поиске. Бог нас приводит к тому состоянию, когда нас уже не только интересуют ответы на молитвы, но прежде всего мы желаем быть рядом с Ним. Затем есть третий этап. Это уже другой, более высокий уровень. Стучите и отворят вам. Когда вы стоите у двери и стучите, вы ждете, пока вам не откроют. Если вам человек не отвечает мгновенно, вы не станете ломать дверь, вы терпеливо подождете, пока хозяин дома не откроет вам и не пригласит вас к себе в дом. Вот такую встречу Бог желает иметь с вами. Он хочет, чтобы вы зашли к Нему, чтобы в молитве вы могли быть у Него, не у себя, то есть сконцентрированы на своих нуждах, мыслях и идеях. Он желает, чтобы вы пришли к Нему домой, чтобы услышать, что Он хочет сказать, чтобы получить Его мысли, Его бремя ради вас. Именно тогда вы поймете разные вещи. Ваши глаза будут открыты, и вы будете преображены. Это происходит, когда вы у Него, а не у себя. Итак, на данном этапе вы оставили личные нужды, и, как говорит Писание, вы умерли для себя. Вы оставили свои просьбы, требования и права ради того, чтобы приходить к Нему, услышать Его и служить только Ему. В Евангелии от Луки, 11 главе, Иисус также говорит о трех друзьях. Он рассказывает о человеке, у которого была нужда. Среди ночи этот человек стучится к своему другу, но никто не открывает ему, так как уже поздно, и все легли спать. Но он настаивает на своем и стучит еще. Он ждет, и, наконец, его друг открывает глаза и в полусонном состоянии спрашивает, «Что тебе нужно? Зачем ты будешь меня? Друг, мне нужно, чтобы ты дал мне еды». «Зачем?» «Ну, дело в том, что ко мне приехал мой друг, и мне нечем угостить его. Можешь ли ты дать мне хлеба?» Итак, благодаря настойчивости человеком, его друг открывает кладовую и дает ему хлеба. Этот человек сможет послужить другому. Когда вы стучите и приходите к Богу, вы уже не столь озабочены собой, но вы получаете Божие бремя за кого-то другого. В это время вы получите что-то ради другого человека. Просить — это для вас самих. Искать — это желать увидеть Божье лицо, потому что вы хотите познать его самого. Ну а стучать — это значит приходить к нему и получить что-то ради других людей. Подумайте над этим простым словом «просите, ищите и стучите». Это три молитвы, три уровня, три этапа и три пути, которые я призываю вас проходить. Пусть Бог благословит вас! Субтитры создавал DimaTorzok